Пирожки, огурчики... Столько нам дали. Будем кушать. Ну вот смотрите, что я это... Василий на режим будет? Да, подожди. Может быть, не надо эти характеристики? Да я вот что написала на Женю, а больше не стала писать ничего. Это на кого? На Женю. Давайте я отдам родителям, да, передать? За время пребывания в Потеряевке, как приглашенный в гости, Женя проявил себя с хорошей стороны. Послушный мальчик, исполнительный, но медлительный во всем. При опросе на занятиях Женя трудно запоминает и повторяет, как тугодом. Выясняется, что дома не занимается с мальчиком. Не занимались, да? Мало читает. А надо к школе готовить уже в пять лет, чтобы умел читать, рассказывать сказки. Маме и папе надо с мальчиком больше читать. Детские книги, сказки, уметь пересказывать. А по слову Божию занимались мы. Он совсем ничего не знает. Ну вот здесь вот пишу. Малиночка для Кирины. Ладно, здесь. Жене надо позаниматься, подготовить его к школе, узнать по программе, какие надо прочитать сказки. И с ним их прочитать еще можно успеть. По слову Божию пусть повторит все, что учили здесь. Женя не отказана приехать и на следующий год. При возможности приглашаем гостей вас. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Поведу вам. Ну я на Артема не стала, но я буду писать. Так тоже. Ну с Богом. С Богом. С Богом. Благодарим Надежда Васильевна Васильевна по вашим опытам. Приезжайте еще, если будет возможность такая. Как Бог ваславит. Не болейте только. Не болейте. Будем стараться. Ну как себя чувствуете? Получше. Сейчас на ногах вот стою. Стоит. Главное водичку пейте. Водичку, да, да, да. С Богом. С Богом. Прощайте Артем. Надеюсь Васильевна уходит сейчас. Ну что, прощаемся, да? Да. Ими ножками. Послушайте, минуточки. А где второй это, Женя? Там, да? Ну они там позвать их? А готовятся? Ну могу позвать. С Богом. Храни вас Господь. С Богом. С Богом. А мы о вас. Да, молитесь о нас, конечно. Хорошо.